Всем привет! Меня зовут Вика и сегодня посмотрим расклад на тему появится ли он. Загадайте вашего мужчину, произнесите его имя и смотрим сначала, какая же сейчас ситуация у вас произошла. Что же у вас случилось? Помним, что это общий расклад. Так, боже, как вам сейчас плохо, девочки. У вас ситуация, когда, можно называть ее, просто не хочется жить. Настолько вам грустно, печально и тоскливо, вы просто убиты на повал. Эта ситуация, которая произошла, можно, наверное, назвать, вы потеряли смысл жизни. Это то состояние, когда не хочется никого и ничего. Когда просто лежишь и смотришь в одну точку. Сказать, что вам плохо, это ничего не сказать. Вы просто в переносном смысле, конечно, но вы убиты. Так, что произошло? Произошла кардинальная перемена какая-то в вашей жизни. Чем связана эта перемена? Конечно же, это связано с мужчиной, с его агрессивным поведением. Вас очень сильно обидел мужчина. Причем обидел до такой степени, что такое ощущение, что вы в полном тупике оказались, и вам уже никто и ничто не нужен. Вы потеряли смысл жизни. Вы больше не верите мужчинам. Вы не знаете, как вам поступать дальше. Что вам делать? У вас была любовь. Был мужчина, с которым вам было хорошо. Но в один прекрасный момент произошли некие события, которые повергли вас в шок. Это обидело вас до такой степени, настолько вас обидело до глубины души, что сейчас у вас такое ощущение, как будто пелена с глаз спала. С кем я была, Боже, он же был не такой, да, вот хочется сказать, почему-то мне приходит, что мужчина открылся вам совершенно с другой стороны. Посмотрите, он по тройке мечей, он настолько разбил вам сердце, этот мужчина. Это был просто удар, причем удар стремительный. Удар в самое сердце, удар по самому больному месту. Причем мужчина валял дурака при этом. Вам делал больно, но он как бы не при делах, да? Никого не знаю, я весь хороший, белый, пушистый, и ничего плохого не сделал. Но на самом деле делал, девочки. Еще и как, посмотрите, туз мечей, очень много он плохого вам сделал. Помним, что это общий расклад, но мужчина вас, судя по раскладу, обижал и очень часто обижал. Да, вы были счастливой парой, однозначно. У вас было хорошо, дом полная чаша. Но пришел момент, и сам дьявол искусил вашего мужчину. Это было предательство, девочки. Когда вы об этом узнали, для вас жизнь потеряла смысл. Итак, смотрим, после всей этой ситуации появится ли мужчина. Захочет ли он снова быть в вашей жизни. Так. У этого мужчины не одна женщина. Посмотрите, у него целый гарем. У него целый гарем. Нет, девочки. Он, если и появится, то появится максимум звонок, смс, привет, как дела. Или же у кого-то, возможно, вещи дома забыл. Да, то есть это будет звонок, но вам он не понравится, вам он скорее еще больше, более добавит, еще более разрушительный этот звонок будет. В прямом смысле. Я не скажу, что он появится. Он появится, чтобы что-то или забрать какую-то вещь, или же что-то прояснить в какой-то момент, позвонить, написать. И это, опять же, причинит вам боль. И ничего хорошего из этого не выйдет. И вы все равно останетесь одна без этого мужчины, я имею в виду. Но, опять же, вам будет хорошо, судя по семерке Пентаклей. Да. Вам вроде бы, с одной стороны, одиноко, но с другой стороны, вы будете обеспеченная, довольная жизнью женщина, которой, в принципе, с этим мужчиной не по пути. Совершенно не по пути. У вас будет совершенно другой мужчина, посмотрите, который будет просто, как на станке, ковать деньги, зарабатывать, обеспечивать вас. И у вас все будет хорошо, девочки. Все наладится. Не переживаем. Мужчина, как поезд или как трамвай, да, ушел один, придет другой. Вот таким сегодня был расклад. Кому понравилось, ставим лайк, делимся с друзьями. И, конечно же, подписываемся на канал. Всем пока!